Нина Цитович всегда хотела иметь автомобиль красного цвета. В преддверии Нового года ее мечта практически осуществилась. Нина стала обладательницей современного средства передвижения для людей с ограниченными возможностями. Электрического кресла-коляски, причем именно красного цвета, как и мечтала. На сегодняшний день такие скутеры в Кузбассе получили 13 инвалидов-колясочников. Поручение губернатора Кемшкова, Стану Грунчу Тулеву, вручить вам этот замечательный подарок перед Новым годом. Поздравить с Новым годом. Мы надеемся, что с этим скутером вы станете, наверное, более мобильными. Сможете передвигаться практически, наверное, по всему городу. Заряда батареи хватает практически на целые сутки. Так что здоровья вам, терпения. И для, так скажем, большего комфорта это замечательный подарок. И открытка от губернатора с поздравлением с Новым годом. Спасибо большое. Всего хорошего. Коляски с электроприводом просты в управлении, а главное – удобны. Такой скутер способен передвигаться со скоростью 10 км в час. А заряда батареи хватит на целый день. В отличие от ручной, передвижение на этой коляске не требует никаких усилий. Я мечтала об электрической коляске. Конечно. Вообще, я не знаю, у меня нету слов. Мы с Настенкой мечтали, думаю, сейчас будет лето, мы здесь погоняем по лесному городку. Но место новое мы недавно сюда переехали. Здесь как раз сосновый бор интересный. Вместе со скутером глава Ленинского-Кузнецкого подарил семье Нины Цветович символ Нового года – зеленую красавицу, которая буквально на глазах нарядилась в праздничный наряд. Вообще, Нина Цветович без дела не сидит. Вопреки всему, она ведет активный образ жизни. Воспитывает детей, путешествует, сотрудничает с региональной организацией «Всероссийское общество инвалидов», шьет и печет торты на заказ. Кстати, один из них она приготовила специально к приходу гостей. Как отмечает Нина Цветович, с таким мобильным скутером ее жизнь станет еще активнее.